Игорь Яковенко с нами на связи, российские журналисты, социолог. Игорь Александрович, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Добрый вечер. Здравствуйте, взаимно. Интересное оправдание. Вам не видится заявление Путина спустя 20 часов после совершения теракта? Вот такие месседжи от Караевой, сообщения от госпожи Симоньян, попытка откараскаться от того, что это были ИГИЛ. Почему такая бурная реакция и попытка привязать так называемый украинский след? Ну, здесь все, мне кажется, достаточно понятно. Нужно получить максимум удовольствия от этого теракта, потому что бенефициаром того, что произошло, безусловно, главным бенефициаром является путинский режим. Поскольку удалось сделать следующее. Во-первых, удалось как-то сбить фокус общественного внимания на этот теракт. То есть все первые полосы мировой прессы, они сейчас посвящены этому теракту. Вот уже который день, значит, Украина отходит на второй план, что очень большое, очень радует Путина. И второе, Путину удалось на какое-то время из главного террориста планеты стать главной жертвой терроризма. И вполне, так сказать, воспринимается как, ну, разумное, в кавычках, предложение, давайте вместе бороться теперь с терроризмом. Значит, понятно, что их, конечно, совершенно не устраивает версия ИГИЛ, потому что от этого никаких, никакого профида, никакого навара. Конечно, с самого начала все абсолютно государственные СМИ, и Путин тоже. Это Украина, за которой стоит Америка. То есть Америка главный заказчик, ну, а исполнитель Украины, ну, а непосредственных исполнителей наняли там каких-то таджиков, парикмахеров, дворников и таксистов. Вот примерно такая конструкция. Но тут есть еще одна особенность. Дело в том, что огромное количество нестыковок в этом теракте прямо указывает, что без российских спецслужб дело не обошлось. То есть вот эти вот дворники, таксисты и парикмахеры, конечно, не могли самостоятельно организовать такой терракт. Несмотря на то, что, да, они, в общем-то, не очень такие элитные бойцы, вот эти таджики, которые все это организовали, но тем не менее, огромное здание поджечь таким образом, чтобы оно сгорело за несколько минут. Так точно все рассчитать, войти, сориентироваться на местности, убить 150 человек и уйти вовремя за час до того, как приехали спецслужбы. И спецслужбы, которые выжидали, пока они все уйдут, значит, и вошли, устроили штурм в пустом помещении, а потом аккуратненько их проводили до белорусской границы, где и аккуратненько взяли. Ну, то есть, опять-таки, там огромное количество нестыковок, то есть люди, которые явно были подготовлены к самому теракту, причем не собирались быть смертниками, при этом не собираясь быть смертниками, почему-то не надели маски, почему-то, значит, бежали таким образом, чтобы как будто специально, чтобы их поймали, потому что уезжали на том самом Рено, который был всем уже известен, на все камеры попался, вот, ехали компактно, не разбегаясь, то есть, на самом деле, была возможность скрыться, этого не сделали, ну, короче, там миллион нестыковок, которые связываются в единое целое, если все-таки это теракт, организованный вот этой вот афганской ячейкой ИГИЛа, при помощи, при кураторстве и при поддержке российских спецслужб. Вот, мне представляется, это единственная трактовка, которая может все объяснить. В противном случае, там вылезает огромное количество несообразности, поэтому, скажем так, это ремейк «Рязанского сахара» с сентября 1999 года, значит, и вот этого вот трагедии на Дубровке, то есть, с одной стороны, это действительно реальные террористические организации, с другой стороны, сотрудничающие с ней, помогающие ей российские спецслужбы. То есть, ну, скажем так, две террористические организации помогли друг другу, Российская Федерация, как самая крупная террористическая организация на планете, и ИГИЛ, на сегодняшний момент такая достаточно слабая террористическая организация, которая пытается укрепиться. Ну, вот они нашли друг друга и устроили этот теракт. Игорь Александрович, кстати говоря, если вот это поднимает тему, что Путин мог так или иначе прибегнуть к уже проигранным им сценариям, и это были взрывы жилых домов, мы помним, в 90-е, и уже упомянутый теракт на Дубровке, то почему сейчас, вот именно сейчас, он начал вот эти вот, возможно, использовать свои спецслужбистские навыки? Почему? Что сейчас такого происходит, что Путину это нужно? Ну, ему нужна эскалация войны, ему нужно, ему нужен, у него пятый срок, ему нужен новый импульс для населения. В принципе, все под ним. Он как бы полностью контролирует ситуацию в России, ну, за исключением того, что связано с войной. Здесь он не может контролировать, потому что здесь есть другие игроки, в частности, вооруженные силы Украины. А все остальное он контролирует в России, но его не устраивает та страна, которая была под ним на протяжении предыдущих четырех сроков. Его не устраивает расслабленность страны, его не устраивает, так сказать, такое потребительство в стране. То есть, вот такое чрезмерное, совершенно несоразмерное преследование вот этих голых вечериночников, ну, просто, просто, вот такое ощущение, что, я не знаю, нашли, ну, достаточно безобидные истории, причем, ну, такие малосимпатичные люди, но, тем не менее, в общем, люди занимались каким-то частным своим делом. И вот такая вот огромная всенародная травля. Это свидетельство того, что Путина не устраивает вот эта расслабленная страна, которая, так сказать, получает удовольствие, где, как выражается Ксения Собчак, на теплых крышах Москвы проходят атмосферные концерты. Вот это вот не устраивает. Нужна страна зверелая, свирепая, ощетинившаяся. Отсюда это отрезание ушей, отсюда это пытка, демонстративная пытка электричеством, отсюда это эти избитые, замордованные люди, которые на глазах у всех, там, на инвалидной коляске, так сказать, на каталке, без штанов предъявляются всему населению. И это вот требует новый срок Путина. Срок Путина, которому должна соответствовать другая страна, не та, которая была до сих пор. Страна зверелая, страна мобилизованная. Путин хочет иметь страну, с которой можно воевать. Вот, собственно говоря, основная задача. И, в общем, в какой-то степени, да, добиться этого невозможно, потому что, так сказать, сам человеческий ресурс России для этого не приспособлен, безусловно. Но какую-то имитацию такой вот страны, оскалившейся, созверелой, с открытым слюнотечением, здесь можно получить. И действительно, люди, которые сейчас поддерживают вот эти отрезания ушей, там, Маргарита Симоньян рассказывает о том, как она испытала чувство глубокого удовлетворения, глядя на эти пытки. И таких вот достаточное количество в России. То есть у Путина есть необходимость, ну, что называется, немножко подремонтировать страну. Теракт для этого, теракт, и вот все эти атрибуты для этого, видимо, ему кажется подходящим инструментом. Знаете, смотря сегодня видео госпожи Симоньян, которая пыталась выдавить из своего тщедушного тела слезы, сопли и слюни, я вспоминал Беслан, когда она, будучи журналисткой, врала о количестве погибших, врала о жертвах, причем абсолютно не стесняясь, сегодня же выдает и говорит о том, что мы должны победить, мы должны наказать эту гидру. Причем Симоньян, даже если мы берем за основу там исключительно террористический акт со стороны именно исламского государства, Симоньян и другие почему-то не говорят, а где силовики, где ФСБ. Напомню, что на 2024 год выделено 10,8 триллиона рублей на оборонку и на так называемых силовиков, которые могут крутить людей, которые приходят на похороны Навального, которые могут гоняться за представителями ЛГБТК и Плюс, но почему-то не могут предотвратить теракт со стороны исламского государства, от которого уже были, скажем так, призывы к убийству непосредственно граждан Российской Федерации. Простой вопрос, Игорь Александрович, куда смотрят спецслужбы, в случае, если мы берем исключительно теорию, что это были именно ИГИЛ? Ну, во-первых, это были действительно ИГИЛ, это доказано. Можно считать, что здесь, ну, скажем так, по крайней мере, вероятность того, что это был ИГИЛ, она там выше 99%, потому что здесь и камеры нательного наблюдения, то есть нательные камеры, которые показали по каналу, аффилированному с ИГИЛ, то есть это непосредственно те самые люди, которые действительно были, и их съемки оказались у ИГИЛ. То есть, ну, скажем так, тут уже, что называется, достаточное доказательство, что действительно ИГИЛ здесь действует через, безусловно, вот эту вот такую питательную среду, которую образовывают, значит, мигранты, часть из которых действительно замордованные люди, рабы, по сути дела, не очень образованные, не очень, ну, находящиеся в очень тяжелом состоянии, в тяжелых условиях в России, в рабском труде, фактически. И, безусловно, особых, я уже говорил, что сомнений особых нет, что это все-таки сопровождали их, поддерживали их российские спецслужбы, исходя из, ну, в том числе и аргумент, кому выгодно, да, еще и кому выгодно, выгодно, конечно, Путину, это главный бенефицар. Если же все-таки, ну, скажем так, мне сложно все-таки рассматривать в чистом виде, версию, что если это ИГИЛ без, то есть, условно говоря, устранить из этой конструкции деятельность спецслужб, которые поддерживали ИГИЛовцев, довольно сложно. Но если представить себе мысленный эксперимент, то, ну, здесь придется просто сказать, что, а что было на Дубровке, когда спецслужбы проспали все, что можно. Единственная доблесть была, заключалась в том, что они смогли убить огромное количество заложников. Что было в Беслане, когда спецслужбы отличились только тем, что убили просто рекордное количество заложников. То есть, практически пропускать теракт, это такая фирменная особенность. Тут еще особая история, это то, что в здании, в этом здании было отделение полиции, у которого, ну, естественно, как во всяком отделении полиции, имеется в виду в здании Крокоса. Отделение полиции, ну, укомплектованное, там были вооруженные люди, полицейские. Была, естественно, как во всяком отделении полиции, оружейная комната, в котором были автоматы. То есть, на самом деле, почему они не вступились за граждан, это вот отдельный вопрос. То есть, на самом деле, то, что российские силовые структуры действительно заточены на разгон безоружных, но при появлении людей с оружием, они, в общем-то, куда-то теряются все время. Так же, как практически все силовые структуры, многосоттысячная армия силовиков России куда-то потерялась, когда Пригожин, ну, вернее, не Пригожин, а его командир Уткин шел на Москву с очень небольшим количеством людей. То есть, вот, марш справедливости Уткина, который пересек Россию, дошел почти до Москвы, никто его не останавливал, потому что боялись. Потому что люди с оружием внутри России, да, если есть укрепление, если есть линия фронта, то здесь вооруженные силы российские научились воевать. А вот, так сказать, предотвратить какие-то события внутри России, изнутри России не защищена. Это, кстати, так, что называется, хозяйки на заметку. Это будущей российской добровольческой армии, которая поставит себе задачу свергнуть путинский режим. Я думаю, что должно получиться. Да, то, что произошло, очень многих шокировало по реакции россиян, особенно москвичей. Это все было видно, Игорь Александрович, но все-таки мы вспоминали с вами сегодня Дубровку, и действительно тут очень-очень много есть похожего. Но помнят ли москвичи и россияне то, что было 20 с лишним лет назад, или это стерлось из памяти? Как-то я не видела, чтобы кто-то параллели такие проводил. То есть, есть ли память об этом? И тогда поняли, почему это произошло? Знаете, насчет памяти здесь большая проблема. Дело в том, что это отдельный вопрос к тому, в каком состоянии находится общественное сознание россиян. Индивидуально, конечно, многие помнят. Индивидуально, в общем-то, никуда это все не делось. Но мы же с вами говорим в конструкции вашего вопроса, не вопрос о том, помнит ли там отдельный Иван Иванович Иванов или Петр Петрович Петров. Они-то помнят. А присутствует ли в общественном сознании этого? А здесь вот тогда возникает вопрос о том, что такое структура общественного сознания. Общественное сознание россиян в значительной степени можно считать, что отсутствует, потому что нет зеркала, в котором оно отражается. А это зеркало является свободной СМИ. Вот структура современного общественного сознания, оно в любом случае формируется через отражение в СМИ. Вот этот вот общественный большой диалог, с помощью которого нация беседует сама с собой, это средство массовой информации. А поскольку в России не существует независимых СМИ, то этого диалога нет. То есть у общественного сознания отсутствует рефлексия. Отсутствует, так сказать, сам факт диалога, потому что то, что в России, та медийная структура, которая сформирована в России, она не диалоговая. Это монолог государственной пропаганды. И в этой ситуации общественного сознания просто нет. Просто такой институции нет, такого явления нет, как общественное сознание. Потому что оно задавлено пропагандой. То есть есть один голос телевизора, есть голос Симонян, есть голос Соловьева, но у них нет оппонентов, у них нет другой точки зрения. И поэтому никакого, вот вы говорите память, откуда эта память возьмется? Память возникает, если брать общественную память, не индивидуальную память конкретных людей. Конечно, люди помнят отдельные. Но в общественном сознании это не присутствует. Вот так это устроено. Нет СМИ, нет независимых СМИ, нет общественного диалога. И поэтому все это, так сказать, как в тумане. Все тонет, и звуки тонут, и видимость тонет. Путин, когда пришел к власти, первым делом он выключил свет и выключил звук. То есть он уничтожил НТВ, уничтожил все независимые СМИ. И дальше вот в этой темноте, в тумане он уже продолжал строить, концентрировать, строить свой фашистский рейх. Ну, построил то, что мы сейчас видим. Игорь Александрович, в конце. Мы с вами о социальном договоре говорили, по-моему, несколько недель тому назад, который якобы существовал в начале правления Путина в 99-м, в 2000-м годах. Тогда он выглядел таким образом, свобода в обмен на безопасность и стабильность такую. За что сейчас Путин покупает свободу россиян? Вот скажу, вот таким образом у нас минутка буквально. А он ничего не покупает. Он вообще не договаривается с россиянами. Закончилось то время, когда вообще сама конструкция общественного договора, она к России последние несколько лет вообще неприменима. Путин просто диктует свою волю. Какой общественный договор может существовать в Северной Корее? Какой общественный договор существовал в Сталинском СССР? Никакого. Просто диктатор диктует свою волю. Самодержавие. Игорь Александрович, большое спасибо за то, что нашли время к нам присоединиться. Вам всегда рады на Фридом. Игорь Яковенко, российский журналист и социолог. Напомню, присоединился к нашему эфиру. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Фридом. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.